Итак, друзья, короче, ехал на скейте и типа с этого, со светофора упал улей с осами. Значит, осы, осы не подпускали меня к нему, почему-то пытались меня укусить, несмотря на то, что он уже упал. Значит, я увидел там внутри, там, значит, идут личинки, вот они, сейчас, вон они, вот эти вот насекомые, которые уже появились, это из-за того, что я его сейчас спрятал в клумбе, пока катался дальше. Значит, а из вот этих белых штук вылазят, видимо, новые осы. Значит, я видел, как они там шкреблись, и, соответственно, там, где они дошкреблись, там, скорее всего, уже вылезла оса. Вот. Соответственно, что происходит? Ну, происходит то, что теперь, поскольку королевы у них нет, она куда-то свалила в ужасе, можно возглавить этот улей. Возглавить. Мы его положим на балкон, и пусть там себе лежит. Значит, тут я сейчас раз это... А осы там нет. Видимо, ее уже начали кто-то задолбывать, и она покинула дом. Так, сейчас вот эту вскроем. Конченые муравьи, конечно, все испохабили. Козлы вонючие. Но, когда я слушал этот улей, значит, я слышал, что там шарудилось, что-то постоянно движ идет. Еще мне очень понравилось то, что идеально шестигранные формы. Чисто природные, очень красиво все это выглядит. Этих козлов мы сейчас убьем. Вот. Короче, положим на балконе, и пусть этот улей теперь живет. Так, а личинок, наверное, поубивали. А, нет, двигается, вон, я вижу. Значит, вон там вот. Сейчас. Вон, видим, да? Вон, она двигается. Значит, я их, наверное, буду со шприца каждому каплю воды. И, может быть, даже мед им куплю. Посмотрим. Надо, чтобы эти осы выжили. Ну, и чтобы они ночью не вылезли и не укусили меня за жопу, я, конечно же, это все положу на балкон. Тем более, что здесь кондиционер, и им будет холодно. В общем, я пошел их класть на балкон. Но класть болт на этот улей я не буду, потому что я теперь должен, как король, стать его владельцем. Вместо королевы, которая бросила этих бедных пчелят или осят на растерзание судьбы. Слава Богу, я оказался добрым человеком. И прежде чем их... Ну, я их не собираюсь, конечно, убивать. Они, скорее, сами умрут. Но я оказался добрым человеком, который хотя бы попоет и покормит их перед смертью. Сегодня я выхожу на балкон, и я охренел. Осы стали рождаться. Вон они, видите, какие агрессивные. Вот. Вот в таком они виде. Значит, и новички. У нас тут улей завелся. Это какие-то мега красивые осы. Вообще, я таких не видел. Они теперь понимают по запаху, кто я. Вообще, как гужален в санюце. Так, этот что-то там спекся. Браток, давай, вылазь. Что-то он жало на меня направляет. Наверное, не признал еще. Пацаны, у вас как вообще? Пацаны, да все нормально. Пацаны, свой. Что вы так это реагируете? Приветствие какое-то. Прикольно у нас улей завелся. Это если что, тут розетка была. Как-то он жало так недвусмысленно выставляет. Да нормально, пацаны. Что вы, это все пучком. Думаю, на этот что-то спекся. Но он там есть, он живой. Вон он там. Один из них потерялся. Ладно, пацаны, ну давайте вас там. Оставляю все четко. Все там что. Берится. Лиха беда начала. Ну вы там летайте где-то, я не знаю, собирайте мед сюда, там, браткам своим, там. Кто из вас там королева? Что вы, пацаны, нормально все. Что вы? Это все четко, я. Ну, один сейчас вообще выпадет. Ладно. Все, все, не выпал, слава богу. Что там, водички может как-то? Ну ладно, это, что-то вы, я вас растормошил. Отдыхайте. Так, вот это мне совсем уже не нравится. Вся квартира теперь в восах. Ну что это такое? Ну зачем это? Так, смотрите, какой просящий взгляд, а. Посмотрите, какой кайф. Сейчас мы его увеличим. Просящий. Признал во мне, наверное, ихнего папу, к сожалению, или к счастью. Признал. Не хочет уезжать. Сидите, на плазме сидит, ёпта. Давай мы тебе, браточек, сейчас пошлем в дальнее плавание. Посмотрите, как он это. С заботой, как хочет обняться, смотрите, вот. Хочет прям вот, гляньте, какой полетел. Куда-то прилетел, по-моему, у меня в ТАПа где-то там. Ну ладно. Так, где ты, браточек? Где-то вот он упал. Надо его на улицу, потому что в квартире ему тут дышать нечем. Это мы люди уже тут будем угробастывать свое здоровье. Мать его, да. Что-то мигает. Кто-то меня фоткает. А, нет, это молния. Так. Ну все, вот этот весь зверинец, короче, здесь он ползает. Вот те, кто не смог улететь. Ну там один уже доходяга. Сейчас вот. Доходяга не смог улететь. Этот еще может, но не хочет улетать. Из родных-то просторов. Я его понимаю. Давай, браток. Лети уже, наверное, что ты, а. Может, меня укусишь напоследок. Что будет, если я его вот так вот... Меня ужалит, если я его на руку пущу. А он не хочет идти. Но вы видели, я не зассал. Я не зассал его пустить на руку. Давай же, браток. Учитывая, что у меня здесь в Америке нет страховки. И если мне станет плохо, я просто буду погибать или лечиться сам. А бывает так, что аллергия. Типа у людей, они дохнут от укусов пчел и лос. Ну, у меня были укусы. Причем в нос один раз херанули прям. О, боже, капец у меня был. Помню, блин, коснешься носа, сразу слезы идут. Минуты четыре просто от того, что все внутри носа чешется и так далее. Красивая форма у них. Очень красивая. Я таких еще не видел. Может быть, их переловить и в террариум засунуть. Пусть все живут там. Давайте так и сделаем. Вместо муравьев. А потом я туда позапускаю муравьев и посмотрим, что будет. Вот и все, я придумал. Короче, друзья, все кончилось тем, что я просто их заточил в формикарий. Теперь это не муравьиная ферма, а немножечко осиная стала. Вот. У нас тут цикл передач, блин, про этих ос. Честно, я в шоке. Как так вышло? Ну, это смешно. Это мини-сериал. Идем смотреть, что здесь обычно менты. Ай, кого-то хлопают в голову. Так. Ну, я не вижу здесь новых ос. Не вижу. Телефон падла даже не включается. Скотина. Видите, что делается? Творюга ибана. О, ну, хоть чуть-чуть подсветил. Не увидел я там ничего. Все. Осы. Тут уже никого нет. Больше не рождаются из того улья. Видимо, хорошо он брякнулся об землю. Видите, башкой все немножко хряпнулись. Здесь, соответственно, немножечко они себя ведут как-то очень сдержанно. Очень сдержанно, друзья. Это осы. Не путать с осознанными с нами аббревиатура. Аббревиатура.